МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! На канале ФКТ время новостей. В студии Инга Габешия. В начале коротко о некоторых темах выпуска. Мы верим твердо в героев спорта. В Сочи прошла акция в поддержку российских олимпийцев. Около пяти тысяч сочинцев приняли участие в общегородском субботнике. Жители решили убрать и там, где они не мусорят. В Сочи прошло совещание по проблемным долевым объектам. Один из путей решения – передать дома в собственность дольщикам. Дети помогают детям. Во Всемирный день борьбы с сонкозаболеваниями юные сочинцы приняли участие в театральном марафоне. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Без козырка в Новороссийске. В городе Герои почтили память советских солдат, сражавшихся на Малой земле. К месту, где от немецко-фашистских захватчиков 225 дней оборонялся десант. Под командованием Цезаря Куникова цветы возложили председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Патриотическая акция «Без козырка» прошла в юбилейный 50-й раз. Она собрала больше 57 тысяч человек, которые колонной прошли по улицам Новороссийска. Вместе с жителями и гостями города участие в акции принял губернатор Краснодарского края. По традиции, со свечами в руках все прошли до монумента «Малая земля». Вся наша скорбь, боль и гордость за великий народ, который смог выстоять и защитить свою землю, нашу Родину. Низкий поклон вам, дорогие наши ветераны. Вечная память павшим героям. Без козырка начинает жить и живет в сердцах молодых. А это значит, что они будут знать и помнить трагические и героические страницы своего города и своей страны. И пока будет жить эта память о героях, будем жить мы, как единый великий народ. Народ победитель. В память о советских бойцах, которые сражались на Малой земле, военные моряки спустили на воду венок с бескозыркой, ставший символом отваги и мужества. Медицина мирового уровня. В Геленджике открылся уникальный многопрофильный медицинский центр. В клинике установлено современнейшее оборудование, например, ангиограф, аппарат для глубинного изучения артерий и вен. По своему функционалу, это первый в России подобный технологический комплекс. Старт работе нового медицинского центра дали министр здравоохранения Вероника Скворцова, глава Роснефти Игорь Сечин и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Для региона это один из мощнейших, самых современных технологических центров. С возможностью обеспечивать оказание любых медицинских услуг на юге России. В клинике установлено оборудование и для телемедицины. Это позволит проводить совместные операции и консультации с больницами в любой точке мира, где работают с такими технологиями. Во время открытия центра на связь с Геленджиком вышли врачи из Санкт-Петербурга. Пациенты смогут получить помощь по различным направлениям. От самых сложных диагностических исследований до экстренной хирургии. Центр уникальный. Он создан как цифровая клиника. Все, что в центре происходит, начиная от климат-контроля, кондиционирования, все цифровые приборы, операционные, реанимации, все соединено в одну информационную медицинскую систему, включено к телемедицине. Это все передается и в другие клиники федеральные и региональные. Эта клиника будет погружена в систему обязательного медицинского страхования как в сегменте базовой программы ОМС, так и в сегменте высокотехнологичной медицинской помощи, которая оказывается по перечню самых уникальных технологий. Сегодня мировые медицинские технологии, высокотехнологичная медицинская помощь стала доступна для жителей Геленджика, для жителей всего Краснодарского края, ну и, конечно, для отдыхающих. Геленджик по уровню оказания медицинской помощи сегодня может стоять на одну линейку с ведущими мировыми курортами. Для Геленджика это новая точка роста, это тот показатель, к которому мы всегда стремились. Не нужно сегодня уже никуда ехать, ни в Москву, ни за рубеж, потому что высококвалифицированная, высокотехнологичная медицина пришла в Геленджик, пришла на Черноморское побережье России. Нам просто всем повезло, что у нас есть возможность лечиться дома. Многопрофильный медицинский центр в Геленджике это пример государственно-частного партнерства. Кроме лечебного блока, здесь построили многоквартирный дом для персонала клиники. Врачи отбирали по всей России. Конкурс в три этапа был сложный, но гарантирующий высокий профессионализм специалистов. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ». Вернуть на Кубань социальные ряды. Губернатор края потребовал разработать в регионе сеть торговых мест, где свои продукции беспрепятственно смогут торговать фермеры и крестьяне. Такое поручение Вениамин Кондразев дал профильным ведомствам на общекраевой планерке. Несанкционированная торговля там, где нет условий для санкционированной торговли. И это тоже правда. Поэтому если нет санкционированных условий для реализации продукции фермерами, я еще раз хочу сказать, представителями личных подсобных хозяйств, просто селян, конечно, будет несанкционированная торговля. И главы муниципальных образований этим, я уже сказал, страдают, потому что посносили социальные ряды по каким-либо причинам. И не хотят к ним вернуться. И народ не хотят слышать, что сегодня селяне просят. Дайте возможность реализовать продукцию. Только покажите, где. Розничная торговля – одна из самых популярных сфер в Краснодарском крае. Ее оборот в прошлом году составил почти полтора триллиона рублей. По статистике, в торговле работает каждый пятый житель Кубани. Сегодня в 8 утра на объездной дороге в Сочи произошло ДТП. Два легковых автомобиля столкнулись на выезде из Барановского тоннеля в сторону улицы Пластунская. Для того, чтобы деблокировать зажатого водителя, спасатели срезали одну из боковых стоек кузова. Пострадавшим оказался 58-летний местный житель. По предварительному диагнозу у мужчины – травма бедра и ушиб грудной клетки. А в субботу ДТП произошло на федеральной трассе. По предварительным данным, 33-летний местный житель, управляя автомобилем BMW, не избрал безопасный боковой интервал и столкнулся с Мерседесом, после чего врезался в Volkswagen. Все участники ДТП были пристегнуты ремнями безопасности и не пострадали. В Сочи решение вопросов проблемных долевых объектов находится на постоянном контроле властей города. Несмотря на то, что у мэрии нет полномочий для контроля за такими долгостроями, обманутым покупателям оказывается всевозможное содействие для того, чтобы они как можно быстрее получили свои квадратные метры. На совещаниях в администрации, на выездных встречах главы города с покупателями недвижимости обсуждаются варианты скорейшего разрешения ситуации. Одно из таких совещаний прошло сегодня. Все подробности в нашем следующем сюжете. На очередном совещании сегодня были рассмотрены несколько объектов, в том числе жилой комплекс «Раз-два-три» на улице Пластунская. Один из корпусов уже готов, но застройщик отклонился от первоначального проекта, отметили на совещании. Так были выполнены, не предусмотрены разрешения на строительство, строительство трех объектов коммерческой направленности. Кроме того, были не в проектном положении размещены сети обеспечения объектов инженерными ресурсами и не выполнены в первом литере парковки, как таковые. Застройщику было рекомендовано провести корректировку проекта и получить новое, уже с изменениями, разрешение на строительство. Но вопрос по-прежнему не решен, отметили в мэрии. Ранее также был предложен вариант и по строительству парковки, купить прилегающий участок в 50 соток. Подходящая территория найдена. Между тем, квартиры в популярном объекте продолжают продавать. Из 1760 реализовано уже более 900. Анатолий Пахомов ставит новые сроки. До 1 марта застройщик комплекса должен успеть получить откорректированное разрешение на строительные работы. Ведь сдачи объекта ждут сотни людей. Глава города четко, ясно, разбирался с ситуацией. И самое главное, что мы сейчас услышали конкретные сроки и конкретные действия, которые должны быть выполнены в эти сроки, для того, чтобы этот комплекс ввелся в эксплуатацию. Сегодня на совещании был рассмотрен целый ряд проблемных объектов. Среди них дома фирмы ВАНТ, ЖК Абсолютно Островского, Фристайл на Трунова и ряд других. Было отмечено, что мэрия готова заключать мировые соглашения с покупателями в многоквартирных самостроях. Но речь идет о передаче собственности именно жильцам, а не нарушителю-застройщику. Поэтому первым шагом от обманутых покупателей должна стать Организация Жилищно-строительного кооператива или ТСЖ. Застройщик признан виновным, а вы, по идее, признаны потерпевшими. Раз вы признаны потерпевшими, вы создаете организацию, как потерпевшие обращаетесь в суд за тем, чтобы то, во что были вложены деньги ваши, но в эти самострои, чтобы оно стало вашей собственностью. Вот весь механизм. Только благодаря общим усилиям вопрос будет решен и сочинцы заселят заветные квадратные метры. Кстати, за последние полтора года из краевого реестра недостроев было исключено 10 домов. В списке остается еще 18 городских объектов. Дорожная карта по всем домам уже подготовлена. Галина Моисеева, Ольга Десятого, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ». В Сочи прошел общегородской субботник. Большой уборки присоединили сотрудники администрации городских служб, представители ТОСов и просто неравнодушные сочинцы. Активное участие в субботнике приняли и школы города. За тряпки и швабры взялся не только персонал учебных заведений, но и школьники и их родители. Расскажет Ольга Десятого. Гимназия номер 8, суббота. На часах нет и девяти, а в школе уже кипит работа. Ученики вместе с учителями проводят генеральную уборку. Не только в самом здании, но и на прилегающей территории. Моют, подметают, красят бордюры. Вот так всем вместе, говорит школьница Мария Колесникова, делать родную гимназию чище и опрятнее – это не просто обязанность, а большое удовольствие. Заходить в школу, которая чистая, убранная, и понимать, что это сделал ты, становится очень приятно на душе и приятнее становится учиться в этой школе. То, как идет работа, проверил глава Сочи Анатолий Пахомов. В эти выходные он с инспекцией посетил порядка 20 школ в разных районах. В 13-й, например, как и в ряде других, к большой уборке присоединились и родители, не остались в стороне от общего дела. Глава Сочи подчеркивает, важно не просто содержать школы в идеальном порядке, следить за чистотой в кабинетах, но и тем самым воспитывать школьников. Ученики должны бережно относиться к своему второму дому. Очень правильно, когда по-хозяйски директора школ относятся к своим обязанностям. И когда детки сами стараются создать уют сами для себя, это тоже очень здорово. Поэтому все, что мы видим, это говорит о том, что нам не безразлично всем, в каком состоянии нашей школы и в каких условиях обучаются наши детки. Сегодня сочинские школы – это современные учебные заведения со всем необходимым оборудованием. Косметический ремонт проводится регулярно. В «Капитальном» помогают так называемые шефы, меценаты которым не безразлично то, в каких условиях получает знания подрастающее поколение. Да, у нас приток населения, да, классы переполнены. Мы строим школы. Пять было построено до Олимпиады, сейчас две уже введены в эксплуатацию в 2017 году, третью достраиваем и в этом же году приступаем к строительству еще трех школ. Эта пристройка к 82-й школе в Дагомысе к 15-й на Макаренко начнется и долгожданное строительство школы на Мамайке. А это значит, что сочинские школьники будут грызть гранит науки еще в более комфортных условиях. Ольга Десятова, Алексей Давыдов, телекомпания, ФКТ. Около пяти тысяч сочинцев приняли участие в общегородском субботнике. Активная работа по наведению порядка в эти выходные шла во всех районах Сочи. Итоги генеральной уборки в нашем следующем материале. Жители одного из дворов на улице Чайковского взялись за кисти и краски. Спортивная площадка, хотя далеко и не новая, но сочинцы стараются поддерживать это место в чистоте и порядке. Убирают мусор, опавшую листву и обязательно обновляют горки и турники. Красят в яркие цвета. Жители решили выйти, облагородить спортивную площадку. Администрация центрального района поделилась краской, а все остальное мы делаем сами. Улица Чайковского хоть и расположена в самом центре Сочи рядом с набережной, но за санитарным порядком здесь следят далеко не все. Вот такая мусорная куча образуется здесь регулярно, рассказывают местные жители. Вот только мусорят одни, а убирать приходится уже другим. Благодаря этим активным жителям все-таки субботники проводятся. Их сейчас немного, но они есть. Они своим примером показывают, что это нужно и самое главное можно сделать. У нас, к сожалению, на субботник ходит тот человек, который не мусорит и убирает за тем, кто мусорит. Это неправильно. Еще одна головная боль жителей микрорайона – стройка, которая должна была закончиться еще в 2016-м, но по факту даже не начиналась. Все суды застройщик, который хотел здесь возвести многоэтажку, проиграл. А огороженная за бронстройплощадка превратилась в мусорную свалку. Застройщик потерял интерес, территория захламлена, и люди своими силами убирают какие-то субботники, убирать с этой территории. Здесь бы хотелось жителям видеть какую-то зеленую зону. А на этой площадке на улице Виноградная раньше стоял старый барак. После пожара ее расчистили, но вот мусорные кучи продолжают расти. Чтобы их вывезти, понадобилась большая машина и усилия общественников. Очень много пассивных людей, которых это не интересует. С людьми нужно работать, людей нужно убеждать. Кто, если не мы, если не мы сами выйдем в свои дворы и не будем убирать, то у нас не будет такой чистоты, и мы будем всегда ждать, что кто-то должен это сделать. Тем не менее, субботник состоялся. К большой генеральной уборке присоединились все районы города. На улицы с вениками и граблями вышли около 5000 неравнодушных к своему городу сочинцев. Их силами было ликвидировано 46 свалок. Вывезено 297 тонн мусора. Кстати, самым активным оказался Хостинский район. На субботник там вышли более 2000 человек. Ольга Десятого, Алексей Давыдов, Арак Таян, телекомпания ФКТ. Мы верим твердо в героев спорта. Сочинцы поддержали российских олимпийцев. На площади искусств состоялась акция, участниками которой стали полторы тысячи человек. Спортсмены, школьники, болельщики, жители города неравнодушные к спорту. Все вместе запускали волны, скандировали кричалки с флагами, плакатами, желали победы российским спортсменам на 23-х зимних олимпийских играх. Мы все за одного! На святую победу! И больше ничего! Почетными гостями праздника стали олимпийские чемпионы, заслуженные тренеры, участники первого всемирного боксерского форума, который в эти дни проходил в Сочи. Мы верим в наших спортсменов, желаем успешного выступления, измаза на все барьеры, на все трудности, которые они прошли. Надеюсь, их дух не сломлен. И они одержат уверенные победы. Наоборот, это их сплотит, это сделает их сильными. Мы желаем им большей победы! Россия вперед! Та обстановка, которая сейчас происходит перед Олимпиадой, когда давление огромное на Россию, когда некоторым людям не нравится, что у нас происходит, не нравится, что Россия поднимается с колен. И мы должны поддержать наших олимпийцев. И я думаю, что русские люди, россияне, вообще все россияне, чем сложнее ситуация, тем они сильнее. Я думаю, мы победим, у нас есть хорошие шансы. Даже по себе помню, по своему опыту, потому что, когда ты приезжаешь на Олимпиаду, вокруг тебя все равно окружает какая-то атрибутика Олимпиады. И когда ты видишь свой родной флаг, то есть это греет, это поддерживает. Когда спортсмена поддерживают, он чувствует, что он не один, он знает, что за него целая страна. Это все ему помогает, помогает поверить в себя, потому что в него верят миллионы людей, значит и он в себя будет верить. Всего на зимней Олимпиаде от России выступят 170 спортсменов. Из них 10 будут представлять Сочи. Сейчас мы видим, конечно, здесь же 90% это люди, которые занимаются спортом, которые сопереживают, которые прекрасно понимают, что такое добиться и заслужить поездку на Олимпиаду. Это просто тектонический труд. Болеть за российских спортсменов будет вся страна. 23-е зимние Олимпийские игры пройдут в Корее с 9 по 25 февраля. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ. Дети помогают детям. Во Всемирный день борьбы с онкологическими заболеваниями воспитанники Сочинской студии творческого развития «Оперение» приняли участие в межрегиональном театральном марафоне. Местные юные театралы одновременно со студийцами из Санкт-Петербурга, Уфы, Нижнего Новгорода, Перми и Иваново выступили со своими спектаклями. Все собранные средства пойдут на помощь детям больным онкологическими заболеваниями. Студия творческого развития «Оперение» Константина Хабенского в Сочи открылась два года назад и сразу присоединилась ко всем марафонам, которые проводит Благотворительный фонд российского актера. Традиция «Дети помогают детям» в студийном движении сложилась давно, но такой одновременный межрегиональный театральный марафон состоялся впервые. Вообще студия не готовит к этому, не готовит, чтобы пойти в театр. Она готовит именно к доброте, чтобы люди научились добрыми отношениями, с теплыми чувствами относиться к людям, что мы сейчас пытаемся сделать. Сегодня мы занимаемся тем, что собираем деньги на лечение конкретному ребенку. Это очень важно для всех нас, для нашего движения, для нашей студии. И наша студия впервые принимает участие в таких мероприятиях. И нам очень волнительно, но мы очень рады тому, что сможем спасти жизнь и сможем помочь детям. В рамках театрального марафона, посвященного Всемирному дню борьбы с онкологическими заболеваниями, начинающие актеры продемонстрировали зрителям все свои способности. Таким образом, фонд Константина Хабенского привлекает общественность к вопросу поддержки детей, болеющих раком. Дети смогут помочь детям. Конечно, подобные акции были, но межрегиональный театральный фестиваль – это впервые. Мы поможем детям, и я думаю, что это нужно даже не больным, это нужно здоровым, это нужно нашему обществу. И действительно, такие мероприятия рассчитаны и на участников. Одна из основных задач – оперение, воспитание в детях милосердия и сострадания. Благотворительный марафон продолжился и на городском уровне. В гости к пациентам детской больницы сегодня приехали члены общественной организации «Лига женщин», «Мост добра». Подарки получили все ребята, но один стал особенно долгожданным. Пятиклассник Сережа Герасименко теперь может и крутиться, и в повороты резко входить. «Лига женщин» подарила ему новую инвалидную коляску. Семье такая не по карману. Это современная модель улучшенной модификации, маневренная, выполнена из нержавеющего титанового сплава. И радостная улыбка ребёнка – лучшая награда. «Лучше двигается, лучше разворачивается, и она очень быстрая. Положительные эмоции – это тоже лечение. Уверены в «Лиге женщин». Тем более, впереди масленица. Многим ребятам ещё не один день придётся провести в больничной палате. Они сегодня получат подарки, массу удовольствия, посмотрят спектакль, который шикарный делает Рома. И у них уже начнётся совсем другой этап выздоровления. Они на хорошей ноте продолжат своё лечение и, может быть, быстрее выйдут домой». Каждый ребёнок получил сладкий подарок в плюшевых упаковках, сердечках. После все вместе посмотрели кукольный спектакль театра «Саквояж». Постельное бельё от бязи до сатина. Ярмарка текстиля снова в Сочи. Комплекты белья, подушки, одеяла, всё необходимое для домашнего тепла и уюта представлено в выставочном центре на улице Несебрская. Известные отечественные производители уже зарекомендовали себя у сочинцев. Эту выставку в городе ждут. Многие горожане только здесь обновляют свои коллекции постельного белья. Сная толк в тканях, на ярмарке текстиля своим покупателям предлагают широкий ассортимент белья от эконом до премиум-класса. Из бязи, поплина, ситца, сатина, сатина-жаккарда. Такое постельное бельё делается он крепким, утверждают знатоки. Щадящие эти ткани, натуральные, то, что я всякие не очень-то переношу. Ну и для нас всё и в стирке удобно, потому что не тяжело стирать и так практично. Большой не только ассортимент, но и размерный ряд. Что же касается выбора, то здесь же на выставке-ярмарке можно приобрести товары московских и ведущих китайских фабрик. Организаторы привозят в Сочи самые актуальные расцветки. Свой комплект всегда найдётся и для бунтаря по жизни, и для любителя спокойных тонов. А после сна на этом постельном белье не появится аллергия. У нас все ткани, только натуральные идут комплекты. Если бясет, то стопроцентный хлопок, также и сатин, и поплин, всё хлопок. Конечно же, одеяло и подушки с натуральными наполнителями. Это как шерсть, меринос идёт, овечья шерсть, верблюжья шерсть. Также и гипоаллергенные, это маис, шёлк и бамбук. В ассортименте и демисезонные одеяла, к примеру, бамбуковые. Летом не жарко, потому что это природный терморегулятор, который держит температуру вашего тела, не даёт ему перегреваться. Зимой под ним не холодно, так как, опять же, он держит температуру вашего тела, не даёт ей переохлаждаться. Как раз для сочинцев, я думаю, что по вашему климату как раз идеальное одеяло. А ещё на выставке российско-китайского текстиля можно приобрести трикотаж для всей семьи. Одежда для прогулок, пижамы, пеньюары, халаты. Много новинок для детей, в том числе вот такие полотенца с игрушкой. Ярмарка продажа будет работать по 10 февраля включительно по адресу улица Нестебрская, 1Б. И на сегодня это всё. Все наши новости уже на нашем сайте fkt.com. В студии была Инга Габешия. Спасибо за внимание и до встречи в эфире. Продолжение следует...